Привет всем с вами Хомиш и сегодня я вам расскажу о такой машинке как Як Панзер Е5 Именно Е5, не Е10, не Е25, не Е75, а Е5 Рудшер Это шикарная просто машинка и одна наверное из самых уникальнейших вообще проектов и машинок Среди вот всех немецких какие были вообще в принципе Это у нас проект фирмы БМВ То есть это очень даже престижный получается проект и очень качественный по-любому получается Вот с двумя вооружениями, двумя спаренными пушками одновременно Как по мне это очень круто и по всем ТТХ эта машинка идеально бы влезла на прем третьего уровня Возможно даже четвертого, но для четвертого это будет очень слабая машинка И наверное одна из самых уникальных на четвертом А вот для третьего будет самое то И так чтобы ее кидало до пятого, потому что если ее будут кидать до четвертого, то это будет дикая имба И теперь перейдем к характеристикам данной машинки В общем что бы мне хотелось сказать Это у нас легкий танковый дестройер То есть легкий истребитель танков или ПТшка дико-дико легкая Легкая она, потому что весит она всего лишь 3,5 тонны Ребят, 3,5 тонны Это одна из самых легких машин в игре Будет легче по-моему только реношка Французская, которая у нас тоже на третьем уровне Которая кстати имеет тоже довольно таки мощное вооружение При том что она дико маленькая и очень компактная И самая незаметная машина вообще в игре Эта машина тоже будет одна из самых незаметных Ну по причине большого ствола довольно таки Она будет после выстрелов светиться я считаю Хотя здесь у нас нет дульного тормоза Но два дула ребят По-любому сделают так, что когда вы стреляете с двух стволов У вас будет много дыма разлетаться в разные стороны И маскировка вся пропадает Но если все реализует так как оно было То это будет очень круто И что-то будет вроде МТГ-ЛСа Которого у нас есть Или МТГ-ЛС я не помню В общем вы поняли Двухпушечная американская штука Вот эта вот третьего уровня Тоже по-моему Это было бы очень прикольно Если бы это так реализовали Но правда тут не было барабана Просто были две пушки 81 мм То есть Такого вот калибра Не 8,8 Не 7,5 А именно 8,1 Называлось вооружение Panzer-Wav-Kanon PvK-8H-63 Такое вот сложное название У этих двух пушек Прикольные получается орудия У них должно быть примерно По 150 альфы Ну вот я так примерно прикидываю Потому что Это и не 8,8 Да у которых по 230-240 И не 7,5 У которых допустим Там по 110 Это получается что-то между Поэтому должно быть Где-то 150 Может быть 170 альфы Что конечно очень много Для третьего уровня Но если это третий уровень Который будет кидаться Чаще всего к пятым То есть такой вот Немножко нестандартный Будет баланс Но для этой машинки Он был очень справедлив Да допустим Вы так выезжаете У вас два ствола И кидаете сразу 300-320 урона Что очень-очень круто И потом уходите на КД Секунд там на 7-8 В принципе неплохо И если это реализуют То это будет очень-очень круто А также данная машинка Естественно не будет иметь Никакой брони Самая толстая деталь Будет иметь 14,5 мм Это во лбу Сам вот в ЛД И на ЛД при этом Вообще будет 10 мм Борота будут Тоже по 10 И корма 8 Крыша тоже 10 То есть абсолютно картон Любой фугас Машинку будет убивать сразу У него должно быть Где-то Я прикидываю Под 200 хп Может там 180 Ну в общем мало хп Хотя это было бы мало Очень для Третьего уровня Ну думаю 200-230 Вот где-то так Должно быть точно И прилетает какой-нибудь фугас Даже от 4 уровня Все Это будет труп Любая арта Что угодно Машинки нет Но при этом Если на ней правильно Грамотно играть То будет просто Разрыв пуканов У всех Это что-то будет Типа аналога Су-76и Который тоже Да у нас будет На третьем уровне Советский Это будет вот Такой вот немецкий вариант Тоже такой Дикой имбы На третьем уровне Также здесь будет Очень дичайшая динамика Движок у нас ставился БМВ 3.5 литра Шестицилиндровый 90 лошадиных сил Что дает нам в итоге 26 лошадей на тонну 26 лошадей на тонну Ребят Дичайшая динамика И максимальная скорость В районе 70 км в час Получается такой И Е10, и Е25 При этом Еще меньше Еще незаметнее Так еще и с двумя пушками Это очень классная машина Выходит Я считаю Что это одна Из самых фановых Машин в игре Будет Если ее ведут При этом Она очень коротенькая И очень низкая Что в принципе Очевидно Она имеет Длину всего лишь Вместе с вооружением Кстати 4.85 метра Ширину имеет 1.85 метра То есть Она в ширину Как я получается И Высоту 1.36 То есть Она ниже Даже чем Какой-нибудь карлик Это очень круто В принципе Да Очень даже Хорошо И при этом В эту машину Мещалось 2 человека Был командир Как я понимаю И был Механик-водитель Командир Сразу был за всех А мехвод Наверное Был еще и за радиста Хотя я даже Не уверен Что в этой машинке Была радиостанция Если и была То это Какие-нибудь Были Самые простые Такие Варианты Того Что нужно было бы Поставить Так На этом В принципе Все Надеюсь Вам было интересно Когда я нашел Данную машинку Я сразу Хотел за нее Рассказать Но потом забыл А тут Лазил у себя В переписке Я сам себе В переписку Кидаю Всегда информацию А потом уже Нахожу что-то И делаю видео Нашел скрин Начал Скать инфу Почитал Просто охренел Потому что я думал Что здесь одно дуло Думал что что-то типа Того дуло Что у нас Есть И на там Пазике четвертом Ну вы поняли Да Которая 7,5 сантиметров Думал Тут такая пушка А машина такая Не особо примечательная Поэтому расскажу Как-то потом Тут нашел Почитал Охренел И рассказал вам Поэтому хочу сказать Что да Это классная тачка Если она будет Выгреть То это будет Просто шедевр Одна из самых Крутых машин Извиняюсь конечно Что я вот так вот Часто повторяюсь Но я думаю Что вы удивлены Не меньше чем я И кстати Самое что удивительное Когда спрашивали Разработчиков За Е10 И за Е5 Будут ли эти машины Сказали что Е10 уже готов А Е5 в планах То есть даже Е5 В планах И получается Он должен быть в игре Как его сделают Я не знаю Но не отнимут же ему Одну пушку Просто потому что Хотят его сбалансировать По-любому Будет двумя дулами Я уверен Может он как-то И плохо сбалансит Но даже если Его плохо забалансить Это все равно Будет имба Просто не для всех Потому что Абсолютно картон Еще хочу сказать Что лайкайте данное видео Если вы хотите Больше видосов Пишите в комментарии То что вам интересно О том что бы вы Хотели услышать Спрашивайте меня Обязательно Там в комментариях Может быть Если вы что-то Хотите узнать И не уверены Что у меня это есть То пишите в поиске На ютюбе Там данные Допустим тема Китайские ПТ Например Там хомиш И вы увидите Данное видео А также подписывайтесь На канал Если вы еще не подписаны Вступайте в мою группу Вконтакте Смотрите ее Обязательно Ну и Не знаю Что еще сказать Удачи вам Нагибов И до свидания Субтитры сделал DimaTorzok